Лыжня России Лыжня России Лыжня России Лыжня России Лыжня России И вот когда все и все готовы, стартер начинает запускать лыжников. По традиции первыми в борьбу вступают участники вип-гонки. В этом году на дистанции 2017 метров. Они своим примером показали движение «Это жизнь». Следующими на трассу уходят те, кто решился преодолеть 2 километра. И это самые юные и самые амбициозные лыжники в возрасте до 12 лет. Ну а скорости и борьба – все это уже на километаже подлиннее. 5 и 10 километров – вот что выбирают лыжники, которые хотят показать зрелищное соперничество. Конкуренцию о мячам составляют ребята из районов области. Так пятерку быстрее остальных пробежали представители «Азова» Алена Потапова и Валерий Шейнмайер. Мы каждый год принимаем участие. Я становлюсь победителем уже третий год подряд. Как стартанули, ехал за группой лидеров, потом обогнал их, оторвался немножко. Погода хорошая, трасса приготовленная на 5 с плюсом. На дистанции в два раза длиннее первыми к финишу приехали известные в Омске лыжники. И у мужчин, и у женщин сюрпризов не было. Финишную ленту сорвали Решат Мутагаров и Оксана Усатова. Ну, залог успеха. Лыжи – это вообще вся моя жизнь, можно сказать. Два года я пропустила, правда, вот не стояла на лыжах. Решила сегодня выйти, вспомнить, были времена. На этой трассе я начала бегать. И поэтому, конечно, для меня она родная. Как бы не было сегодня цели выйти, победить, кому-то чего-то доказывать. Как бы я вышла в удовольствие прокатиться, зарядиться энергией. Конечно, настроение было прекрасным. И когда я вышла, как говорится, аппетит приходит во время еды. Все поехали. Я, конечно, не хотела отставать. Решила как бы стартануть и уже до конца, до финиша терпеть. Ну, все получилось. Не скажу, что было тяжело. Видимо, на старой базе еще старые дрожжи еще работают. Поэтому как бы было легко, проехалась абсолютно довольна. По итогам соревнований победителям и призерам вручили медали, дипломы и кубки Министерства спорта России. А в Омской области учредили еще и специальные призы. Отметили самых юных участников гонки. Ими стали четырехлетние воспитанники детского сада номер 4 Шарапова Полина и Светиков Константин. А также приз получил самый возрастной лыжник Петр Крамузов. Всем вручили подарки от спонсоров нынешнего праздника «Маркин из кафе «Три в одном» и официального дилера «Лада в Омске Азия Авто Усть-Каменогорск». Я желаю всем крепкого здоровья и хорошей лыжни, чтобы все занимались спортом, бегали и на велогонках, чтобы были, участвовали. Потому что я велосипед уже готовлю на лето. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» вновь доказала. Это самый масштабный по числу участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие в мире. Наряду с любителями на старт здесь выходят профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта. В Омской области лыжню России проводят с 2005 года. И сомнений в том, что лыжная история продолжится, ни у кого не возникает. Ну а тем, кто еще в этом году решится прокатиться на лыжах, трасса открыта на территории спортивного городка Аграрного университета с 16 до 20 в будние дни и с 11 до 20 в выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова